Валентина Александровна всегда закрывает сумочку на магнитный замок, но препятствием для новой знакомой это не стало. И все, что помнит пенсионерка, это разговор на остановке с милой дамой в ярком платье. В красном платьишке, вся в цветном, она начала со мной разговаривать. Здравствуйте, здравствуйте. Прямо это самая очень располагающая такая внешность. Ну, я с ней разговаривала, она у меня украла телефон. Я даже не заметила, как это было, как это произошло. А телефон у вас где был? Телефон у меня был в сумочке. Телефон был в сумочке. Сумочка у меня была на плече. Как она вообще залезла туда, я даже не знаю. Вот эта сумочка, да? Да, вот эта сумочка. Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Саратова. Из заводского района в центр города она приехала за новым сроком. Впервые ее осудили за мошенничество 6 лет назад. В этот раз она клятвенно обещала исправиться. Просто так взяла еще от дурости. Больше такого не будет просто. Я каюсь просто, честно. Задержали женщину по горячим следам. Она дала признательные показания. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность за которые предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Если вы пострадали от действий данной гражданки, просьба обратиться по телефону, указанному на экране или в ближайший отдел полиции. Сотрудники оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратову советуют быть внимательнее при общении с незнакомыми людьми и следить за своими вещами. Ведь так называемые карманные кражи чаще всего происходят в местах массового скопления людей, в час пик в общественном транспорте и на остановочных павильонах. Эллада Абжалимова, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть, Саратов.